С вами Анна Шенцева и это рубрика, в которой раскрываются лайфхаки платформы Вимбокс, на которой работает вся онлайн-школа Skyeng. Карточка студента – это распрекраснейший инструмент, особенно когда к вам приходит новый ученик и вы готовитесь к первому занятию с ним. Разумеется, вам хочется узнать, как можно больше о человеке сделать урок крутым и понравиться студенту, чтобы он остался с вами forever. А что же для этого нужно сделать? Правильно, быть в курсе его интересов, целей и, конечно же, уровня английского языка. В чем карточка, собственно, и помогает. Смотрите сами. Для того, чтобы ее открыть, мы выбираем ученика, а потом кликаем Open Full Profile. Теперь секретная информация в нашем доступе. Здесь мы сразу видим, какой у ученика уровень и наблюдаем колоночку Goals and Hobbies. Это пригодится при выборе программы и тем для занятий, чтобы заинтересовать студента и, как говорится, break the ice. Это вообще мой любимый раздел, потому что очень здорово помогает настроиться на контакт с учеником, особенно при первом занятии, когда все такие зажатые, испуганные немножко. Я просто предлагаю сыграть в игру. Ты придумываешь три факта о себе. Два из них правдивых, один ложный. И я стараюсь их связывать с интересами ученика. И прям становится заметно, что у них начинает глаз гореть, и они прям сразу очень такие раскрепощенные становятся. Чуть ниже ученик заполняет графу о том, когда он обычно использует английский, где учил язык раньше и какие он видит плюсы и минусы в своем опыте предыдущего обучения. Это очень полезно, чтобы не наступать на те же самые грабли. А еще ниже есть анкета, которую может заполнить уже сам учитель после урока. Поделитесь своими впечатлениями, и методисты будут вам за это очень благодарны. Ну и, наконец, графа комментариев от методиста, который проводил вводное занятие. Здесь часто можно найти информацию о том, какие ученика сильные или слабые стороны в языке и на что нужно будет обратить внимание. Вот такой простой, но очень эффективный инструмент, который помогает не получить котика в мешке. Вы всегда знаете, с чем столкнетесь, и от этого спокойнее. Вы будете чувствовать себя намного увереннее, выходя на урок. Карточка особенно помогает молодым преподавателям, которым не всегда удается сразу уловить все особенности студента. К слову, в Skyeng очень заботятся о начинающих преподавателях, их всегда поддерживают методисты. Несколько лет назад я сама начинала вести уроки, для меня это было прям очень важно. Для тех, кому нужна дополнительная подготовка к преподаванию, существует бесплатная стажировка. Она подойдет студентам и тем, кто пока сомневается в своих силах по разным причинам. Под видео ссылочка на нее. А еще у Skyteach появился мини-курс о том, как организовать свою работу, если вы только начинаете свой путь в преподавании онлайн. Он поможет быстро сориентироваться, что к чему. Ссылочку на него тоже оставили под видео. Эх, студенчество, стажировочки. Как же я по этому сама скучаю. Верните мне мои 20 лет. Мне, конечно, сейчас не намного больше, но верните мне мои 20 лет. На этом у меня пока что все. В следующий раз я покажу, как проходит урок на платформе с реальным учеником. Вы наверняка знаете, что нужно сделать, чтобы не пропустить следующий ролик. Подписаться на YouTube-канал Skyteach и поставить колокольчик. Тут каждый вторник и четверг интересные выпуски для учителей английского. Не заскучайте. Take care and keep in touch. Чао.